им ухаживать, как из них составят чудесные сады. И вот он действительно весь свой талант сумел проявить их благодарность за устройство своих подмосковных садов и усадеб. Екатерина II жалует князю Гагарину земли у Петровских ворот Белого города. Вот эти земли, где мы с вами сейчас находимся, для строительства его собственной городской усадьбы. Ну а поскольку князь Гагарин был одним из богатейших людей своего времени, то он решил не искупиться и для строительства своей усадьбы он пригласил придворного зодчего Матвея Федоровича Казакова. Перед Казаком стояла совершенно конкретная задача – построить такой осадняк, равного которому и по масштабу, и по красоте. В Москве того времени вообще бы не было. Казаков, конечно, с этой задачей прекрасно справился. И за два года, с 1774 по 1776, в Москве появляется один из самых роскошных особняков эпохи классицизма. С 12-колонным бортиком, который вы видели со стороны главного фасада наверняка. Но Казаков, как вы наверняка знаете, он же был не только прекрасным архитектором, но и гениальным инженером. Вот в то время это вообще была большая редкость. Но Казаков умел докапываться вот до сути всего того, что он делал. Поэтому в этой усадьбе было еще несколько хитростей, которые позволяли здесь сделать жизнь не только красивой, но и комфортной. Что действительно была большая редкость по тем временам. Вот, например, Казаков предусмотрел дымоходы печей здесь, не выходили сразу на крышу, а шли в толще перекрытия и в лабиринтах стены. Таким образом, обладали почти все помещения этой усадьбы. То есть здесь было тепло и комфортно, чего добиться по тем временам вообще было очень сложно. Таким же образом была устроена система, ну, как бы мы сейчас сказали, теплых полов. Чем похвастаться могла, ну, далеко не каждая усадьба этого времени. Главное здание этой усадьбы трехэтажного. По традиции того времени главным, конечно же, был второй этаж. Самые высокие потолки мы с вами увидим на втором этаже. Анфилады парадных залов. Когда-то находилась на втором этаже. Именно там устраивали торжественные приемы, балы. Третий этаж. Ну, по традиции там времени имел довольно низкие потолки, как тогда считалось, за что и заслужил прозвище антресолик. Ну, кто мог жить на антресолике? Конечно, прислуга, да, которую занимало одно крыло. И второе крыло было отдано под детские. Рядом с кастрами находились комнаты няни, гувернантки. Ну, а первый этаж более просторный. Здесь находились хозяйские покои, кабинет хозяина, спальных хозяев и просторный холм. Где-то кричали гостей, которые приезжали сюда на балы и приемы. Здесь помогали гостям раздеться. Здесь же, по традиции того времени, стоял тогда большой серебряный поднос, на который принято было всем гостям класть в свои визитки, чтобы хозяева знали, кому необходимо нанести ответный визит. Ну, а после того, как гостей здесь встречали, их провожали к главной парадной лестнице авторика. Именно по главной лестнице гости и должны были подняться на второй этаж. Ну, конечно, я вас тоже приглашаю к парадной лестнице. Это вас не так. Прошу. Здравствуйте, господи. Здравствуйте. Можно вас здесь на минуточку остановить и обратить ваше внимание на эту лестницу? Перед вами главная парадная лестница этого особняка. По традиции эпохи классицизма она широкая, сверх необходимого. Посмотрите, трехпролетная. Эта главная лестница соединяет только первый этаж со вторым. На третий этаж по ней подняться невозможно. Этой лестницей почти никогда не пользовались хозяева этой лестницы. Ну, просто потому что это было неудобно. Это сильно удлиняло, нужно импульс. Для того, чтобы попасть в одно или другое крыло, огромное крыло этого особняка, гораздо проще было воспользоваться одной из боковых лестниц, которая соединяет все эти этажи. А никак не этой. Этой лестницей никогда не пользовалась прислуга. Просто потому что это ей было запрещено. Невозможно представить себе прислугу, несущую блюдо по парадной лестнице, даже если было ближе. Ну, невозможно. На это был строжайший запрет. То есть, фактически, эта лестница предназначалась только для дорогих гостей, которые помогали раздеваться, которые встречали в поле, провожали к этой лестнице и по этой лестнице гости не могли больше попасть никуда, кроме как в парадные залы второго этажа. Я думаю, что даже под ковровым покрытием видно, что эта лестница чугунная. Ступени, площадки, балясины, все здесь сделано из чугуга. По небольшому сохранившемуся фрагменту исторической лестницы современные рестораны полностью восстановили лесу наперед ступени и площадок. Ну, и я прошу вас по этой лестнице подняться на второй этаж. Продолжение следует... Здесь, на втором этаже парадной лестницы, вы можете видеть одну из выставок Московской городской думы. Это выставка Московских городских голов. Позволю себе напомнить вам, что должность Московского городского головы была учреждена специально указанной императрицей Екатерины II в 1767 году. В должное ведение Московского городского головы входило вести заседание Московской городской думы, следить за исполнением ее решений, а утверждался вновь избранный Московский городской глава самим государем-императором. Избирался он на три года и был под ведомственным генерал-губернатором. Здесь вы видите известных общественных, политических деятелей, меценатов, коллекционеров, многих известных людей, которые каждый в свое время занимал должность Московского городского головы. Ну а упразднена эта должность была в 1917 году, да, как вы знаете прекрасно, вместе с упразднением самой Московской городской думы. Прежде чем мы с вами сейчас зайдем на второй этаж, уже полностью, полноценно зайдем, я прошу вас еще буквально одну минуточку вашего внимания обратить на освещение. Современные рестораты, восстанавливая облик интерьеров этого особняка, постарались в освещении создать образ тех люстр и свечей, которые имели свечное освещение и использовались как раз в наших особняках второй половины 18-го, начала 19-го века. Напомню вам, что каждая такая люстра, она ведь в то время поднималась и опускалась вручную. То есть перед приездом гостей слуги обязательно каждую такую люстру опускали, вставляли в нее свечи, потом поднимали ее и закрепляли на специальном тросе. А высота каждой такой восковой свечи была строго рассчитана на то, что свечи эти должны были гореть до разъезда гостей, то есть примерно до 2-3 часов утра, чтобы успел окончиться бал, и гости уже начали разъезжаться по домам. Поэтому невозможно было достигнуть экономии и позволить сгореть свечи где-нибудь посреди бала. Это был просто настоящий позор. Ну а по масштабам, по размерам каждой такой люстры можно было судить в том числе и о том, насколько важным является то или иное помещение особнякам. Ну, если в начале 18-го века уже начали появляться люстры на 5-6 свечей, вот именно они были признаком богатства хозяина, это была большая редкость, это было очень дорого, то, конечно, к концу 18-го века, вот к тому времени, о котором у нас с вами идет речь, к 70-м годам ситуация уже в корне изменилась, люстрами на 5-6 свечей уже никого было не удивить, уже в это время появляются люстры в несколько ярусов. Вот именно ими удивляли, именно они стоили баснословных средств, и именно их помещали в самые главные залы особняка. Вот сейчас мы с вами пройдем в самый главный, самый красивый зал этого особняка, и вы узнаете о том, что он самый главный не только по его красоте, но и по той люстре многоярусной, которая его освещает. Прошу вас в открытую дверь. Я до сих пор не знал, куда это пройдет, у меня такие грамоты Николая Первого, где, думаю, не будет, который называется «Предоставленный курс». Звание потомства започетного прожидания, он в землянской эфире сейчас. «Предоставленный курс» Я приглашаю вас съесть, чтобы не нужно отдохнуть. Сидя, слушайте, легче, да? Стоим, вы немножечко, легче. Поэтому, чтобы не устать, садитесь, пожалуйста. А мы с вами зашли в самый главный, самый красивый зал этого особняка. Он называется «Большой овальный зал». Своё название он получил по своему плану. Посмотрите, он такой полуратон. Выступает из пусты и была дистинция. Пять огромных окон. Освещали когда-то интерьер этого зала. Через эти окна открывается прекрасный вид на парк. Видите, во все стороны. Весь парк можно обогреть отсюда, из большого аварийного зала. По парку, поэтому мы с вами немножко пройдемся. Конечно, в конце нашей экспертизы. Ну, а пока давайте мы с вами вспомним, что своё богатство Сергей Васильевич Гагарин, князь Гагарин, хозяин этого особняка, конечно, постарался передать через многоярусную люстру, которая здесь когда-то находилась. Вот в то время как раз появилось выражение «люстра остался чат». «люстра остался чей» не было в конце 20-го века нигде и никогда. Но это означало примерно как тьма изгущей. Это очень-очень-очень. Очень много. Ну, а кроме того, признаком богатства князь Гагарина являлся еще и тот факт, что главный зал этой усадьбы облицовывал искусственным мрамором. И 12 колонн мы с вами тоже видим из искусственного мрамора. Напомню вам, что в то время искусственный мрамор стал гораздо дороже, чем натуральный. Искусственный мрамор обладал многими свойствами, которые были недоступны мрамору натуральному. Он был легче, он прочнее, он теплее. То есть он обладает низкой теплопроводностью, то есть работает все на ту же задачу – сохранение тепла в помещении. Ну, а кроме того, красящий пигмент в этот состав искусственного мрамора можно добавить абсолютно любой. Для того, чтобы получить оттенок как натурального мрамора, так и совершенно неизысканный, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы. Чем, как правило, и пользовались хозяевы усадьбы. Поэтому, ну, как вы наверняка знаете, куда бы вы ни приехали – в усадьбу в Кузьминке, Люблино или в роскошное подмосковное Архангельское, в главных залах этой усадьбы, экскурсоводы обязательно вам будут рассказывать про искусственный мрамор, которым облицованы стены на призыв богатства и статуса хозяина той или иной усадьбы. Итак, именно здесь, в главном зале усадьбы, начинались балы и торжественные приемы. Для того, чтобы гостям не мешали музыканты, музыканты располагались на специально для их созданных балконах. Вы уже наверняка поняли, что здесь прекрасная акустика, поэтому музыканты будут великолепно слышны, но почти не видно. Ну, а самое известное историческое событие здесь произойдет чуть позже, когда в этот особняк въедет английский клуб. Князья Гагарина проживут здесь до 1802 года, а в 1802 году будет оформлен договор аренды. Сюда въедет английский клуб. Английский клуб, как вы знаете, это ведь было самое модное место для развлечений ветеринской Москвы. Это был закрытый мужской клуб, куда принимались только, во-первых, только мужчины, во-вторых, только мужчины из высшего света, причем с безупречной репутацией, причем только путем тайного голосования и по протекции, по крайней мере, одного из действительных членов английского клуба. То есть попасть в члены английского клуба было крайне сложно. К тому же членский взнос там был довольно высоким. 30 рублей в месяц весьма существенная по тем временам сумма. И вот после четырехлетнего перерыва в 1802 году английский клуб возобновляет свою деятельность, а для себя и своих членов английский клуб всегда подыскивал самые пафосные, самые известные особняки, что в Москве, что в Петербурге. Поэтому выбор английского клуба сразу же пал на особняк князя Гагарина. Ну и после некоторых переговоров было достигнуто соглашение и подписан договор на долгосрочную аренду за совершенно колоссальную астрономическую сумму 6 тысяч рублей в месяц. И вот именно к этому периоду времени, когда здесь находился английский клуб, и относятся самые известные исторические события, которые произошли в этих стенах. А именно 3 марта 1806 года Москва чествовала своего героя, князя Багратиона, героя Шенграбенского сражения. Напомню, что в 1805 году князь Багратион вместе с пятью тысячами русских дренадеров героически отбился от 30-тысячной наполеоновской армии под Шенграбеном. Поэтому Москва его действительно встречала как национального героя. И в честь него решено было здесь устроить такой прием, которого Москва отродясь не видывала. Ну, достаточно сказать, что в течение еще нескольких месяцев после этого приема в Москве не обсуждалась ни одна другая новость, кроме как это. Как здесь встречали князя Багратиона. Ну, не было в Москве других достойных новостей. А посмотреть фейерверк, который здесь запускался, собралась почти вся Москва. Даже самые бедные, самые низшие слои населения хотели, ну, хоть издалека, хоть краешком глаза увидеть на то великолепие, которое здесь происходило. Ну, а говорят, что было здесь около трехсот перемен блюд. Гостей развлекали цыгане, медведи. Действительно, было все очень пафосно, величественно, торжественно и разнообразно. Но в 1812 году английский клуб был вынужден покинуть этот особняк. Когда французы входили в Москву, английский клуб отсюда уезжает. Ну, а по иронии судьбы, именно здесь решено было устроить главный штаб наполеоновской армии. И сюда, в этот особняк, приезжает в 1812 году будущий великий писатель Стендаль, служивший тогда в рядах наполеоновской армии. Стендалью было необходимо проверить, насколько хорошо здесь ведется подготовка к приезду Наполеона. Стендаль был настолько очарован тогда красотой этого особняка, что в одном из его писем встретятся такие строчки. Во Франции нет ни одного дворца, который мог бы сравниться по своей красоте с этим особняком. Но, увы, в 1812 году этот особняк постигла участь многих великолепных зданий Москвы. Он горел. Горел в большом московском пожаре. Причем горел он серьезно. И практически в развалинах. Простоял более 10 лет. До тех пор, пока в 1828 году, его не купил генерал-губернатор Москвы. Для устройства здесь больницы. Для того, чтобы особняк восстановить из руин и переоборудовать его под больницу, был приглашен другой наш известный русский зодчий, Осип Бабе. Собственно, который восстанавливал Москву после пожара. Создал все ключевые постройки в центре Москвы. Осип Бабе действительно постарался восстановить облик, внешний облик этого особняка. Но для того, чтобы здесь разместилась больница, нужно было кардинально изменить планировку этого звонка. Вот тогда-то и исчезла анфилада парадных залов здесь на втором этаже. Осип Бабе предусмотрел здесь отдельные палаты, операционные. Вот все, что нужно было для размещения больницы. Ну а здесь, в большом овальном зале, была освящена домовая церковь. Во имя святой великомученицы Екатерины. И за больницей закрепилось название «Новая Екатерининская». От этой церкви до наших дней дошло восстановленное роскошное панно «Вознесение Креста», которое восстановлено современным учреждениям стартами, очищено от местных слоев и масляных красок и восстановлено его первоначальными органами. Несмотря на то, что здесь уже церкви нет, главка этой церкви тоже восстановлена на переборах, а даже по парту основывающих в центральной части особняка. Восстановили главку не просто для восстановления исторической справедливости, чтобы восстановить исторический облик этого особняка. Сейчас здесь зал приема делегации, здесь проходят фотосессии, торжественные мероприятия тоже начинаются именно здесь. Ну и прежде чем мы с вами пойдем дальше, я приглашаю вас сделать несколько фотографий, прежде чем мы с вами отсюда уйдем. Ну, если хотите, конечно.